Меня действительно зовут Юрзин. Папа назвал, да? Потому что папа ждал мальчика, приготовил имя Юра. Мама ждала девочку, приготовила имя Зина. Родилась с ней Юрзин. У нас еще и фамилия Гнида. Знаешь, особенно в очередях тяжело, знаешь, когда вот перекличка. Гнида в очереди есть? Есть. Кто? Я. Мне друзья говорят, ну что, возьми какой-нибудь псевдоним. Я говорю, да нельзя. Родня обидится. У меня и дед гнида, и отец гнида, и прадед гнида. У нас одни гниды в роду. Смотри, мне дедушка рассказывал, что раньше, вот когда люди въезжали в новое жилье, что они делали первым делом? Правильно, рассчитывались за ипотеку. Нет, нет, нет. Ну серьезно, вот правильно там крикнули дала. Запускали кошечку в новое жилье. Вот где кошечка ляжет, там ставили кровать. Сейчас первым делом запускает интернет-кабель. Вот где он лег, там и кровать, и компьютер, и холодильник. А захожу я в интернет. А и чего там только нет. А и чего там только нет. А захожу я в интернет. Лежат два младенца, один второму говорит, ты мальчик или девочка? Я девочка. А ты? Я еще не знаю. Откинь простынку, я тебе сразу скажу. Откидывай, откидывай. Откидывай полностью, откидывай. Вот. Видно, ты мальчик. А как ты поняла, носочки голубые. Смотри. Одна женщина, вторая говорит, Валентина Павловна, а что-то у вас 10 сыновей, все Борисы. Прикол такой? Почему прикол? Просто имя нравится, такое Борис. А как вы их отличаете? Элементарно. По отчествам. А захожу я в интернет. Ай, чего там только нет. Смотри, новости. Ядовитая змея укусила Николая Валуева. Но, увидев его взгляд, отсосала яд обратно. Ученые из Калифорнии доказали, что шоколад очень улучшает настроение. Смотри, так и пишут. Очень улучшает настроение шоколад. Очень он его улучшает. Сибирские ответили, вы еще водку не пробовали. А захожу я в интернет. Ай, чего там только нет. Моя любимая тема про животных. Смотри. Французская шутка про лошадь. Я понял, что мы ходили в один французский колледж. Мы сейчас переведем, друзья. Здесь, куда надо, ткнем и выткнем. Оп. Вот и перевод. Лошадь прошла по двору. Куры проследовали за ней. Полные надежды. И вот, смотри. Мужчина из средней полосы России приехал в Австралию. Первый раз увидел кенгуру. Очень долго молчал. Очень долго оценивал. В конце концов сказал. Да, ребята, действительно. Ваши кузнечики крупнее наших. А захожу я в интернет. Ай, чего там только нет. Бытовая тема. Смотри. Один мужчина второму говорит. Лень, у тебя деньги есть? Леня, Чего молчишь? Я же слышу, что ты слышишь. Леня, есть деньги? Как бы тебе, Валера, ответить по-философски? Вот, если деньги мерить кучками, то у меня ямка. А захожу я в интернет. Ай, чего там только нет. Смотри, анекдот баронатый просто. Мужчины играют в домино во дворе. Один второму. Леня, невозможно играть. Что за женщина орет во втором подъезде? Орет и орет. Тот говорит. Это Катька из 12-й квартиры. Что она там? Рожает, что ли? Нет. Беременеет. А вот, смотри, тоже бытовая тема. Мужчина и женщина, ну, такие уже пожившие в семейных отношениях, повидавшие виды, решили объединиться в семью. И он ей говорит, в общем так, Тамара, если ты хочешь со мной жить, должна выполнять три моих условия. Каждый четверг у меня бильярд. Каждую субботу у меня банят с пацанами. Каждое воскресенье либо рыбалка, либо охота. Поняла? Она говорит, поняла, Валентин. А если ты хочешь со мной жить, у меня всего одно условие. Каждый день 21.00 у меня секс. И неважно, на рыбалке ты или на охоте. Я завершаю интернет. Закрываю. Сегодня шуток больше нет. Ай лавью, девчонки. Ну, я-то девчонок ай лавью. Меня никто ни разу не ай лавил. Я говорю, бабушка, Что мне делать? Я женщин стесняюсь. Я их посисниваюсь. Бабушка, я уже от волнения все ногти на руках. Сгрыз, она сгрызи на ногах. Я говорю, а без дурацких шуток, бабушка. Какие мужчины нравятся женщинам? Она говорит, опытный внучек. Особенно в постели. Такие, знаешь, 40 лет, да. Такие, знаешь, 50. Такие, знаешь, 60. Я говорю, тогда уж лучше 80. Те из постели вообще не вылазят. Мне соседка Светка нравится. Ох! 62 размер. Головы. Умная зараза. Я говорю, Света, как быть? Меня никто не любит. Она говорит, ты теоретически не подкован. И дает мне книгу. На, почитай. Я открываю книгу, где открыли, читаю. 29 декабря-пятница. Думаю, бывают деньки и похуже. Смотрю, 30 декабря-пятница. Думаю, для тупых повторения, что ли. Смотрю, 31 декабря-пятница. Думаю, какой-то, значит, просроченный календарь. Просроченный его. Думаю, гляну-ка я 1 января. Я ж не просто. Хап! 1 января-пятница. Думаю, да шо за книга. Чита ну-ка я обложку. Эротический дневник Робинзона Круза. Я говорю, Света, зачем такие дурацкие шутки? Я хоть вас, женщин, и стесняюсь, но я же к вам тяготею, а? Она говорит, шо, были поползновения? Я говорю, были. Она и как? Я говорю, не доползал. СМЕХ Спаси, снимаюсь. Она, был поцелуй хоть раз? Я говорю, был. В седьмом классе. Соседка, Светка, говорит, ну шо ты понимаешь в поцелуях? Я недавно на ночь перечисовал Чехова. Александр Сергеевич, он же, он же, он же, он, он же был доктор по основной специализации. Не все ж знают, не все ж читают. Но, оказывается, при поцелуи, ты получаешь 250 тысяч чужих бактерий? СМЕХ Одно радует, от стольких же избавлялись ты. СМЕХ Соседка, Светка, говорит, это все хорошо. А ты как женщин будешь покорять? Поешь? Я говорю, да, я по документам иду, как мастер орального вокала. СМЕХ Да, поорать я мастер, да. Орать я, правда, начал случайно. Был какой-то праздник, то ли день ВДВ, то ли день десантника, вот. И я уже седьмую бутылку пива открыл, знаешь, вообще очень весело. А оказалось, а, ап, чужой джип. СМЕХ Оттуда сразу вышло 4 джипуна. СМЕХ Я понял, что орать я буду пожизненно. СМЕХ Следующие полгода я провел в гипсе. Сколько женщин за мной тогда ухаживало, я был неходячий. Я помню, одной медсестре даже стихи написал. Ах, Анютка, ты Анютка! СМЕХ 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 Снова опоздала суткой. СМЕХ СМЕХ Соседка, Светка, говорит, Так мы стихи пописываем. СМЕХ Я говорю, у меня даже целый сборник есть лирический. Она говорит, читай. Я говорю, ну я стесняюсь. Стихи про кого? Я говорю, про женщин много. Она говорит, ну давай. Я говорю, есть такой, но очень острый. Я говорю, я стесняюсь. Читай. Я говорю, на женской ягодице прямо на пляже. У муравья столбняк случится, может даже. СМЕХ Она говорит, дальше. Я говорю, дальше случился, все. СМЕХ Она говорит, а про мужчин-то есть? Я говорю, есть. Но такой возрастной. Такой, знаешь. Я стесняюсь. Она слышала, что ты стесняешься. Я говорю, у деда Мити джинсы пообвисли. Ну бродят в голове жальные мысли. Не сгромоздится ли на бабку всем назло? Но посчитал до десяти и все прошло. СМЕХ Она говорит, что-то у тебя такие возрастные. Я говорю, у меня да, да. Мудрость, я говорю, двадцать лет бросаю камушки в окно. Я люблю ее, как Пушкин любил осень. Но она не открывает все равно, потому что я ни разу не добросил. СМЕХ Она говорит, ты не добросишь. Женское сердце надо хотя бы музыкой покорять. Играешь на чем-нибудь? Я говорю, да. Что за инструмент? Я говорю, я знаю всего две ноты. И мне дали в оркестре инструмент. Называется калибометр. Две ноты всего здесь. Но несмотря на то, что две ноты, я за один день заколебал весь оркестр. Мне дирижер говорит, что ты здесь шарахаешь? Что за шорохи? Я говорю, без шорохов в личной жизни нельзя. Хоть я и стесняюсь, дорогие женщины, песня для вас про шорохи. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я говорю, Николай, а скажите, а какое у вас хобби? Он говорит, ну ты даешь, мое хобби все знают, а ты не знаешь. Я люблю ходить в гости. Я человек, я наш, я контактный человек, я люблю общение, понимаешь? Я говорю, ну что-нибудь бы рассказали. Он говорит, ну а что рассказывать? Недавно вот нас с женой, ее сестра пригласила на юбилей. Да? Ну я уже с утра оделся, побрызгал одеколоном все ответственные места. Говорю, Зин, во сколько выходим? Она говорит, а ты, Николай, не идешь. Говорю, как это, я и не иду. У твоей же сестры, у этой курицы столетней сорокопятие будет. Там же все будут. Она говорит, а ты себя вести не умеешь. Руки распускаешь. Говорю, когда? Она говорит, вспомни день рождения тети Нюси. Я говорю, да я никого у тети Нюси пальцем не трогал, я же стулом бил. Я говорю, что, правда бил стулом? Она говорит, да ладно стулом, это я так оговорился. Стульчик маленький, детский, металлический, метр пятьдесят такой, знаете. А жена продолжает, говорит, а тебе будет неинтересно, Коль. Там все, кто придут, от тебя уже получили, не по одному разу. Я говорю, не надо, Зин, а не это неправда. Неправда, Зин. Там будет двое новеньких. Внуки дедушки Вадика, близнецы. Ага. Внуки дедушки Толика, Вадим и Вадик. И я тебе, Зин, обещаю их не трогать. Сразу. Я говорю, ну что, пошли? Да, пришли, сели, выпили по первой. Знаешь, нет настроения. По второй выпили. Вообще не улучшается. По третьей выпили. Бутылки. Ни в одном глазу. Все скучные сидят. Я говорю, ну это бывает. Ну да, это бывает. Но оно нам надо. Я смотрю на все, скукота. Ну смотрю, думаю, ну что, ну что, думаю. Ну, кому-то надо и начинать. И знаешь, так, для начала, так знаешь, стал воздушные поцелуи посылать. Всем женщинам напротив. Ага, Танькин, Василиси Петровнин, Людмиле Павловне, Тетя Нюсикн, два. Я говорю, почему два? Там такая витрина, и три мало. А потом и мужикам стал посылать. Ага, Андрею Петровичу, Валерке, Толику, Дмитрию, Дмитриевичу. Говорю, зачем? Да я думаю, сейчас кто-нибудь заведется, понимаешь? Кто-нибудь отреагирует. Первая моя жена отреагировала. Из угла там сидит, шипит, как змея перед сдачей яда вообще. Знаешь? Николай, перестань сейчас жить. Перестань меня позорить, Николай. И знаешь, вот Геннадий, знаешь, и двоиться начала. Понимаешь? Я вот когда выпью, она специально начинает двоиться, чтобы меня позлить вообще. Я тебе честно скажу, она и одна страшная. А когда их две, это конкурс красоты среди противогазов вообще-то. Это Кинг-Конг с братом. Говорю, ну а дальше что? Ну а что дальше? Посылаю поцелуи. И от нас реагировала новенькая, которая с братьями-близнецами пришла. Смотрит, знаешь, на меня губы красит. И смотрит на меня, как тигр наркоман на узбекского кролика. Знаешь? Красит губы, красит, красит. Уже зубы красные, рот забыла закрыть вообще. И в этот момент мне за руку кто-то как дергит. Знаешь? У меня шея хрустнула. В пояснице. Я говорю, и кто? Ну кто ты думаешь? Я поворачиваюсь. Точно братья-близнецы. И взгляд такой, оба такие, знаешь, серьезные, такие наколки на руках. Пусть бегут неуклюже милиционеры по лужам. И взгляд такой дерзкий. А у всех четверых. Смотрю, все восьмера напряглись. И тишина, и в тишине ближайший ко мне брат, глядя на меня, так, знаешь, так икнул, так и, а? Я думаю, ах ты ж зараза. Откуда ж ты знаешь, что жена меня дома так называет? И он опять второй раз, знаешь, как специально, так, и, а? Я взял ему, я взял ему и рожу скорчил, ага. Сначала он мозг и скорчил, уши стал корчить, глаза, брови стал корчить. Я говорю, и что дальше? Ты что? Да ничего, все остальные братья повскакивали, кричат. А ну пошли, сейчас же, а ну пошли. Ну я всех послал, раз просят. Смотрю, правда, пошли пятнами лица пошли, пиджаки, стены. Я говорю, не понял. Я сам сначала не понял. Оказывается, это дедушка Толик, бутылка кетчупа открытой машет. Говорит, давай, сынки, давай, началось! Ну, ему дали первому. Для него как началось, так и закончилось. Я говорю, ну а ты-то что? Ну а я-то что? Я схватился за ножку стола, на всякий случай. Оказалось, это ножка сестры жены. Она говорит, ты что, Николай? Опять за старое я взял-то? Я говорю, покажи, где у тебя новая боржа ржавая. Я возьмусь за новое вообще. Жена из угла шипит, Николай, брось сейчас же сестру, сейчас же брось сестру. Ну я бросил через стол вообще. Ну я говорю, а дальше-то что? Ну что ты пристал, чё-чё? Дальше я вообще ничего не помню. Помню последнее, это крик тёти Нюси. Не выбрасывайте кресло в окно, в нём дедушка Толик. Но зато погуляли, я тебе скажу, Геннадий, о-о-о, погуляли. На следующее утро литровую банку передних зубов насобирали вообще. Я говорю, а у тебя всё нормально? А у меня всё нормально, мне повезло, меня первым выключили вообще. И на чё я тебе скажу, вот народу вокруг много, да хоть и сейчас, вот смотри, вроде все весёлые, а как-то праздника нет. Ну что ж, кому-то надо и начинать. В качестве эпиграфа перед своим номером я хочу использовать классическую историю. Это когда в поезде едут двое мужчин, русский иностранец, ну как водится, в поезде выпили, разговорились. И русский говорит, Джон, вот мы можем сказать с тобой уже, друзья, уже по два литра выпили. Вот скажи мне, вот какие у тебя условия жизни, у тебя какая квартира за границей? Он говорит, ну у меня, Иван, такие апартаменты, я захожу, моя комната, комната жены, детская комната, сантехническая комната, комната для гостей, ещё сантехническая, кухня, кладовка, курительная комната, компьютерная комната, комната для хранения спортивного инвентаря, ещё для гостей, ещё сантехническая, большой холл, две террасы и балкон, всё. А у тебя, Иван, как? Что у меня? У меня, в принципе, то же самое, только без перегородок, ага. Ну не зря говорят, что умом Россию не понять. Ко мне недавно приезжал мой хороший знакомый из Финляндии, он журналист, и он получил задание от редакции написать статью для финских туристов о том, как адаптироваться в России. Ну я стал ему рассказывать о наших обычаях, о наших традициях. Он говорит, ты не понял, мне дали две недели, чтобы я всё на себе почувствовал. Ну я говорю, иди вперёд, двери открыты. И надо сказать, что ему повезло. В первый день он посмотрел на рынке, вот на большую русскую драку. И не просто посмотрел, но и сам получил по морде, по полной программе. Приходит весь в кровоподтёках, в синяках, костюм разорван. Он говорит, я там никого не знаю. Я никому ничего не сделал. Я стоял от драки на расстоянии 100 метров. Как это называется? Я говорю, запиши. Это называется, кто не спрятался, я не виноват. Он говорит, у нас в Финляндии вообще не так. Я говорю, а как у вас? У нас, если ты видишь драку и хочешь принять участие, ты должен сначала выяснить, какого типа драка. Частная или общественная. Потом снимаешь галстук, пиджак и вливаешься уже в действие. Я говорю, у нас наоборот, ты же понял. У нас сначала действие, а потом и повернение документов. Милиции, больницы, в морде. Он говорит, ой, не надо, не надо. Аж руки дрожат. Я говорю, давай с тобой выпьем по грамульке, чтобы ты успокоился. Он говорит, нет, по грамульке не могу. Я говорю, почему? Мне сказали, что у вас в России грамулька иногда доходит до нескольких литров. Я говорю, бывает и больше. Он говорит, а правда, что у вас в России многие мужчины утром кодируются от пьянства, а вечером начинают отмечать? Я говорю, не обязательно. Бывает, утром кодируются, а утром и начинают. На следующий день идем по улице и видим, как наши мужики, человек семь, так с шутками, с прибаутками толкают жигули. Он говорит, что они делают? Я говорю, что непонятно, машину заводят. Почему таким странным способом? Я говорю, почему странным? Аккумулятор сдох. Он говорит, а что, нельзя купить новый, надо ездить на дохлом. Я говорю, ну ты не понимаешь, новый он денег стоит. Он говорит, а на этом еще можно ездить и ездить вообще. Он говорит, а где мужиков столько набраться? Я говорю, ты ящик водки поставь, тебя сейчас до Финляндии дотолкают еще. Причем с песнями. Он говорит, а я еще слышал, что многие ваши мужчины на ночь снимают аккумулятор и уносят домой. Зачем? Ну я говорю, ты как маленький, просто вот с луны свалился. Ну, во-первых, это делается зимой, для того, чтобы утром сесть и сразу завестись. Это раз. А во-вторых, бывает, если ты сам его не снял, то за тебя это с удовольствием сделают другие. У меня сосед поездил на новом аккумуляторе, довольный утром. Раз, садится, никакого звука нет, естественно, аккумулятора нет. Он покупает новый, поездил, опять на следующее утро, опять аккумулятора нет. Покупает третий аккумулятор новый, поездил, свинчивает его на ночь и плакат кладет на капот. И крупным таким фломастером пишет, аккумулятора в машине нет. Восклицательный знак. Утром подходит к машине, лежит тот же плакат. И внизу шариковой ручкой приписано. Если у тебя аккумулятора нет, тебе и колеса не нужны. Финн говорит, а что, у вас колеса продают и в аптеке тоже? Я говорю, с чего ты сделал такой? Я стоял в очереди, и передо мной два парня советовались. Говорит, каких колес взять, чтобы дальше отъехать? А надо сказать, что он приехал сюда на машине. Он говорит, слушай, я не могу здесь у вас в России ездить. Мне кажется, вам хватит всего два светофора. Красный и зеленый, желтый отдайте нам. Я езжу по правилам. Меня все ваши водители так ругают, так матерят. Я говорю, ну, есть секрет. Так и будьте, я поделюсь с тобой. Покупаешь наклейку, глухо не мой. Клеишь на все стекла, которые есть. Все, ты не досягаем. Ты как в танке, ты, понимаешь, защищен от всех. Он говорит, я бы никогда не догадался. Спасибо, брат. Вечером приходит злой, как собака. Спасибо, брат, посоветовал. Я наклеил. Я говорю, и что? Лучше бы они меня материли. Они мне такое показывают. Я говорю, ладно, пойдем пешком погуляем. Идем с ним. И знаете, как в анекдоте, ситуация как специально для финского гостя на заказ. Стоим на остановке, и на светофоре в БМВ врезается старенький жигуленок. И не сильно, но долларов на 500 бампер бэшки мнет. И из жигуленка выскакивает мужичок такой, чувствуется, живет скромно, в пиджачок такой недорогой. И начинает на всю улицу нервничать. Ай, ну как же дистанцию? Я же тормозил, а он первый. Я же, когда мы, мы же, как же они же, а что же? Афин говорит, а что он нервничает? Надо вызывать страховых агентов, и все. А я смотрю на затонированные стекла БМВ, и говорю, Ты знаешь, у меня такое ощущение, что страховые агенты уже там. И точно открываются четыре двери. Выходит четыре таких шкафа с антресолями. Они медленно так к нему, медленно, медленно. И он так на всю улицу причитает, слышит вся остановка. Ну надо же, а вот, ну вот жена, вот Люся, вот не слушает, а? Вот говорил я ей, она не слушает. Говорил ей, Люська, рано мне было зубы вставлять, ой, рано. Финн говорит, я не понял, что он сказал про зубы. Я говорю, ну как бы тебе объяснить? Он сказал, что раньше было хорошо, когда стоматология была бесплатная. Короче, Финн уехал домой, месяц от него не было везти, присылает письмо. Говорит, я взял отпуск, месяц осмысливал увиденное, читал специальную литературу о вашей стране и случайно нашел одну притчу. Она очень точно отражает состояние дел у вас. Она короткая. У водопада в стоячей воде встретились две рыбы. Большая рыба хищная, наглая, с плавниками. И маленькая рыбка, очень маленькая, но активная. И большая рыбка смотрит на маленькую и говорит, большие рыбы пожирают маленьких. Маленькая взгляда не отвела и говорит, да, но где мы их найдем? Так что вы мне в России напоминайте этих маленьких рыбок, которые плавают в этом бескрайнем море адреналина безо всяких правил. И причем получают от жизни удовольствие. Так что хочешь, дорогой друг, или нет, я снова еду к вам в Россию, чтобы до конца ощутить полноту жизни. Где я только не работал? А нигде не работал. Утром брали, вечером увольняли, утром брали, вечером увольняли. А бывало, утром брали, утром и увольняли. У меня ж такой язык, я ж, понимаешь, мне не заржавеет. Я ж вот думаю, то и говорю. Потом, конечно, жалею. И тут повезло, ну я составил резюме, короткое, готов на все. И меня взяли, взяли, меня, знаешь, работа еще и звучит красиво. Называется, сейчас полностью, менеджер по распространению информации в объективном пространстве. Раньше это называлось проще, расклещик объявлений. Кстати, работа нравится, серьезно, все время. Во-первых, на свежем воздухе. Во-вторых, столько клея остается. Я ж не все клею. И если мне не понравилось, я не за клей, даже за деньги. Правда, никто не давал пока. Познавательно, столько всего интересного. Вот мы можем с вами сейчас пообсуждать, что клеить, что не надо. Вот смотри, объявление. Лечение от алкоголизма. Кодирование навсегда. И телефон, у меня знакомый по этому телефону позвонил, говорит. Скажите, это вы кодируете навсегда? И он говорит, мы. Помогает? Да. Люди перестают пить пожизненно. Он говорит, что же вы делаете, сволочи, праздник уже не с кем отметить. И вот смотри, коррекция фигуры, центр Микеланджело. Мне кажется, в нашем районе, где я живу, ничего корректировать не надо. Там, если поздно с работы идешь, тебе откорректируют бесплатно. И фигуру, и кошелек, все откорректируют. Ну вот для женщин повесили, коррекция фигуры. У меня кума не выдержала. Говорит, ой, надо сходить туда, убрать легкую кривизну ног. Я хотел сказать, легкая кривизна, это рога у буйвола. А у нее такие американские горки. Одно известно, что ноги точно начинаются в тапочках. А где заканчивается, там даже кум Витя не может определить. Потому что ему и не до этого, он все время в состоянии неадекватчины. Вот объявление. Студенческая семья, 16 человек, снимет однокомнатную комнату. Смотри, реклама. Тойота, управляя мечтой. Так и хочется сказать. Ака, радуйся, что завелась. И наша реклама, она самодействована. Смотри, мужчины, хотите зажигать каждую ночь? Угольная котельная номер 9 требуются кочегары. Растворители, лаки, краски для волос. И телефон 223312. Спросить Люси. Лучше спросить на эту тему Федю. У него жена накупила красок для волос. Он говорит, невозможно. Красить волосы каждый день. То зеленые, то оранжевые, то синие, то черные, то блондинистые. То перемешивать все. Красит и красит. Красит и красит. Тоже сил никаких нет. Я говорю, да тебе какая разница? Пусть красит. Он говорит, да красит-то мои. Конкурс красоты. Мечты сбываются. У меня у соседа Толика мечта сбылась. Нашел себе девчонку. Говорит, полжизни искал. Вторая половинка. Точно моя. Говорит, такая блондинка. Лет девятнадцать. Но умная. Фигура, как скрипочка. Что ты думаешь? Говорит, привел домой знакомиться с роднёй? Родня вообще не одобрила. Особенно жена. Что ты? Кастинг. Приглашаются девушки на предмет участия в конкурсе красоты. Ну, вы знаете, мне кажется, туда лучше не ходить. У меня знакомые люди были, там говорят, ой, как кастинги. Кричал на девчонок. Прям просто орал. И говорит, и волосы перекрасить, и походка расхлябанная. И похудеть. И нос подкорректировать. Сходить и всё. Одна женщина открывает дверь. Как он на неё орал? Он говорит, а это что вошло? Что это вошло? Губы подкачать. Грудь увеличить. Фигуру хотя бы карандашом как-то наметить. Талию поискать. Карандашом. Она говорит, я новая уборщица. Где воды набрать? Он говорит, я не думала, что у вас за такую мелочную зарплату такие требования к внешнему виду. Вот смотри, вот в нашем районе это не надо клеить. Смотри. Центр Трофи Лайф. Экзотические туры. Смотри. Бока-Чика, Пунта-Кана, Бора-Бора, Бейст-Джампинг, паркур, парасайлинг, слалон. Цена от 10 тысяч УЕ. Хотите получить адреналин? Идите к нам. Ну за такие деньги. У меня знакомый говорит, вот хочешь получить адреналин бесплатно в нашем районе? Зайди в секцию бокса, когда все размялись. Скажи, привет, козлы. Все. Опытный психолог поможет решить любые проблемы и конфликты типа муж-жена, жена-сосед, отцы-дети. Бывает и не поможет ничего. У меня соседка, у нее сын великовозрастный, подросток, лет 16. Нет контакта. Недавно вот он приводит домой собаку, говорит, мама подобрал на улицу, бездомная будет жить у нас. Мать говорит, ага, сейчас. А вдруг блохи, а вдруг 40 уколов от столбняка. Выбирай, говорит, Толик, или я, или собака. Он говорит, ладно, ладно, мам, ты. Через две недели приводит девчонку, знаешь, полголовы выбрита, фломастером расписано. Хайр такой, знаешь, заклепки везде, блямба такая на языке. Красивая зараза. Он говорит, мам, знакомься, это Люся будет жить у нас. Мать посмотрела, говорит, ладно, уговорил, веди собаку. Это я сам не пойму, серьезно, мне не понять. Это реклама джипов, что ли? Джип Порш Каен, Германия, 2010 год, 120 тысяч уе, джип Ландкрузер, Япония, 2011, 140 тысяч, джип Хаммер, США, 2012, 160 тысяч уе. И это неполный список джипов, видишь, пишут, неполный список джипов, который вытащил из лужи деревни Кучевряжья трактор «Беларусь» 1976 года выпуска. Стоимостью 10 тысяч рублей вместе с трактористом Лехой. Ну и последнее объявление, смотри. Внимание, люди, смех – это здоровье, поэтому смейтесь при любой возможности. И подпись Геннадий Ветров. Теща перед глазами стоит, понимаешь, очень неприятная такая. Я говорю, мама, вы же не молодая, что вы с утра брэк-данс устроили? Такая вся вызывающая, расплывчатая. Она говорит, не надо на меня через аквариум пялиться. А я, знаешь, я вот все равно ее люблю. Я вот даже на охоту иду, да, на рыбалку там, иду в горы куда с мужиками. Я всегда беру ее фотографию с собой, обязательно, обязательно. Там на рыбалке слякоть, холод, комары. Я смотрю на нее и думаю, мамочки, хорошо-то как? Она говорит, ты когда, зятек, на работу устройся? Я говорю, мама, не надо таких шуток. Вы же знаете, что мы с ребятами, с коллегами открыли, о, о, очень скорую медицинскую помощь. Обычная же скорая помощь, она же 0.3, она же 0.5, 0.7, 0.75, 1.0. В зависимости от диагноза, как? Мы помогаем иностранцам. Знаешь, люди сюда приезжают, иностранцы, и попадают в такие психологические катаклизмы. Один иностранец, вот пример, приехал к нам по делам, и его, значит, свои компаньоны повезли на природу и, ну, на дачу. И он зашел в наружный домик, в туалет. Он зашел, забыл зачем. Когда увидел интерьер, глаза разъело. Мы с ребятами его два дня из кризиса выводили. Ребята не дадут соврать. Ребята профессионалы, все, как один, опытные, люди, на которых можно положиться. Ребята, не, ну троих я помню, а это что у нас, стажер, матрос? Ребят, я о вас просто так вспомнил, к слову, вы пока разминаетесь там, тренируйтесь, держите форму, да. Пока отдыхайте. Все, восьмеро, все пока отдыхайте. Ребята профессионалы. Недавно к нам приезжал француз, Мишель де Шизофрени. Шизофрени это диагноз. Винодел. Он открыл здесь небольшой винный заводик. Из дуру пригласил всех местных на презентацию. Так и сказал, говорит, ребята, пейте мое вино, пока не устанете. Через месяц он устал смотреть. Как наши люди не отходят от краников, не трезвеют и не прекращают презентацию. Ему даже в больнице не смогли точно перевести значение нашего русского слова халява. Мы с ребятами сели, выпили, и он все понял. Допили остатки его завода. Он говорит, как я раньше, потомственный французский винодел в шестом поколении, не мог понять, сообразить, что ящик узбекской алычи и 10 литров технического спирта на выходе дают два ящика прекрасного бургундского вина. Причем урожая от 1963 года. Ребята не дадут совы. Ребята профессионалы. Парни, вот сейчас зря вышли. Я вас вызову попозже. Идите отдыхайте. Последний это танцор. Ребята профессионал. А недавно к нам приезжал канадец Джон Хоупер Кукер. Привез сюда 10 сельскохозяйственных комбайнов. Все хромированы, никелированы. Привез и на радостях тут же на второй день сдал их в аренду нашим. Цыганам. Естественно, на второй день ни цыган, ни комбайнов. Мы с ребятами еле объяснили, что в таких случаях табор сразу уходит в небо. Ребята не дадут соврать. С этим канадцем провозились неделю вообще, пока у него деньги были вообще. Парни. Парни. Встань, не позорь меня. Там танцор дисков. Встань, встань. Встань. Идите пока своим ходом, ребят. Танцор диска. Два диска в позвоночнике вылетело. Теперь все время танцует. Ребята профессионалы. Танцор. О-о-о-о. Проверенные люди, надежные. Их каждый знает лицо. Из милиции. Совсем недавно приезжал японский японец. Харакири не руками. Не руками, не ногами точно, да. Он приехал узнать секреты нашего автопрома. Они там все никак не могут понять, почему у нас в машине, когда дверь захлопаешь, капот открывается вообще. Они говорят, как у вас так машина-столкача заводится быстрее, чем ключом. Мы посидели с ним, выпили, и он все понял. Он говорит, оказывается, оказывается, у вас люди, которые строят дороги и выпускают запчасти, а не в доле. Мы говорим, купи себе какую-нибудь нашу машину на память своим японцам. Он говорит, какую? Я говорю, ну, аку возьми. Он говорит, нет. Про аку я слышал очень плохую пословицу. Я говорю, какую? Малк лоб да вонючий. Я говорю, это вы там у себя в Японии зря. Между прочим, у нас сейчас эксклюзивная серия, и аки вышла, называется окаянная. Он говорит, в чем эксклюзив? Я говорю, подушка безопасности. Он говорит, в аки? Я говорю, да. Вот, а откуда вылетает? Я говорю, каждый раз из новых мест. Нет, ребята, если в зале иностранцы есть, есть чем записать, записывайте им. Умом, точнее, я сказал, классик. Умом Россию не понять. К России легче привыкнуть. Ребята не дадут соврать. У меня есть друг, он работает кардиологом в новом кардиологическом центре, 17 этажей здания. И он на профилактику в это здание положил своего дедушку. А дедушка такой, знаете, из серии «Нам года не беда». Уже лет 10 отмечает свои 90, скромник такой. И ему надо было ехать на процедуру на самый верхний этаж. Он подходит к лифту. К нему подскакивает молодая медсестричка, такая лет 17-18. Ну, знаете, из серии просто «Кровь с молоком», со сгущенным. Говорит, дедушка, давайте я вас сопровожу туда наверх. Он говорит, давай, дочка, давай. Заходят в лифт. А лифт, ну, кардиология, такой медленная, знаете, просто. И едут, едут. И вдруг дед говорит, доченька, останови-ка лифт. Она, что случилось? Давай, останови, давай. Что случилось? Останови. Она, что? Да останавливай, иначе я за себя не отвечаю. Выходи, давай. Так вот, этот дед пригласил своего внука, то есть врача, и меня, его друга, к себе в деревню на профилактику. В глухую деревню, в прямом смысле. Никто там нифига не слышит в этой деревне. Ну, и важно. Зато я две недели ходил за ним с авторучкой и записывал все его высказывания. Потому что писатель такому специально не придумает. Слышу, как так кряхтит утром на крыльце. Я выхожу, говорю, дедуль, что случилось? Да смотри, сынок, третий день. Все, смотри, дождь и дождь. Дождь и дождь. Дождь и дождь. И только на восьмой день я сообразил, что это какая-то зараза мне прозрачным скотчем очки заклеила. Я говорю, дедушка, вы такой умный, вы такой мудрый, у вас вон такие на лбу две глубокие морщины, это признак ума. Да нет, сынок. Да просто в пятом классе папка мне коньки хинула, я не поймал. Надо сказать, что деда доставал еще и пятилетний правнук провокационными вопросами. Деда, а как ты с бабушкой познакомился? Интересно. Ишь ты, вафельный рожок, ему интересно, как я с бабушкой познакомился. Мало еще такие вещи у деда пытался. Дедушка, ну как ты познакомился? Интересно, как ты с бабушкой познакомился? Я сказал бедро Камариной, не помню, все, дедушка, ну как, ну как, ну как, ну как, ну как я познакомился с бабушкой? Вначале я на нее глаз положил, а потом, а потом и сам лег. Ну а конечно бабушка для дедушки была самым сильным раздражителем. Синок, не понимаешь, она болтает без перерыва, она постоянно болтает, понимаешь? Она даже вот по телефону, там уже трубку положили, она болтает. Я говорю, Нюра, что ты болтаешь? Тебя уже 10 минут никто не слушает. Она говорит, что ты понимаешь? Зато никто не перебивает. Я был свидетелем, как они готовились к встрече гостей. Бабушка у зеркала прихорашивается. Говорит, дед, может мне имидж поменять? Чего? Собралась чего менять на старости лет? Не понял. Я говорю, может мне волосы на зад зачесать? Подумай, что несешь старое. Где волосы, а где зад? Я говорю, вам здесь весело, дедуль, да? О, весело, да. Весело. Недавно ждали гостей, и моя Нюра учудила. Я ждали однополчан, с женами. Серьезное мероприятие. Она наружный туалет покрасила яркими красками, и на двери, во всю дверь букву «Ф» нарисовала. Я говорю, Нюра, ну приедут серьезные люди. «Ф» на двери, это ж непонятно людям. Это мужской, женский «Ф». Что такое оно? Что непонятного? «Всехний». Надо сказать, что всех ним у них был дом. Он был открыт 24 часа в сутки для всех желающих. И самым частым гостем был сосед деда, его кум Авдей Евдеевич. Они часто собирались на философские беседы под рюмочку. И одну из бесед я просто взял на карандашик. Так уже после пятой рюмочки Авдей Евдеевич говорит, «Ком, а вот скажи, кто такая в жизни, вот это она, я слышал, она кто такая, вот Жанна Дарк? Кто это? Она кто, Жанна Дарк?» А дед уже после седьмой рюмочки говорит, «Слушай, Авдей, тебе вот сейчас именно это очень надо, а?» И Авдей Евдеевич запускает комплимент староду деда. «Ну, ты ж у нас из всей деревни, из всех умных, самые умные, а? Кто такая, Жанна, это, Дарк?» И дед после восьмой рюмочки говорит, «Жанна Дарк, Гамлета баба!» Любимый тост у них был за женщин. И день моего отъезда не стал исключением, он говорит, «Сынок, давай выпьем за мою внучку, повод небольшой, но есть, рожает она». Я говорю, «Ну как же, небольшой повод, вы что, это событие?» «Да она у нас каждый год рожает, мы привыкли». Это их ответ с мужем-китайцем. А в этом году, говорят, по всем признакам вроде бы намечается двойня. Могут наши женщины, если захотят, ой, могут. Поэтому, сынок, давай за них и выпьем по полной. За наших русских женщин. Он живет в Финляндии, его зовут Тима. Он корреспондент. Ему дали задание в редакции написать несколько статей о России. Он говорит, «Геннадий, мы давно дружим, возьми меня с собой на гастроли, чтобы я через себя сразу все почувствовал, всю вашу жизнь». Я его взял на гастроли в Карелию. И на первой же трассе между двумя городами он все почувствовал. Мы только сели в машину, и машина поехала вообще. А он говорит, «Почему так петляем?» Водитель говорит, «Дорога с войны, чтобы бомба не попала вообще». Потом раз вот так поехали. А так что? Говорит, «Так колею раскатали вообще». А ремонтировать не пробовали? Водитель говорит, «Смысла нет. Дорога себя оправдывает. Мы ее вам, иностранцам, три раза в год сдаем под авторалли. Вы такую убитую даже по чертежам не постройте». Финн говорит, «Хотя бы пристегнуться». Водитель говорит, «Ремней нет». На наших дорогах может же еще и укачать. Мы с этим Тимом едем после концерта по серпантину у города Сочи. Кто ездил, знает. Да, там укачивает. И мы задремали после концерта. Вдруг водитель меня толкает, говорит, «Геннадий, посмотрите, вам будет интересно». Я остановился. Противоположная сторона дороги освещена. И на обочине дороги стоит грустная корова. Грустная, грустная такая. Виноватая, виноватая. Морду опустила. И вокруг три гаишника так стоят, молча. Без движения. Такая немая сцена. Я водителю говорю, «И че?» Он говорит, «Да ничего, сейчас доить будут». Иностранец говорит, «А где ведро?» Я говорю, «Да в переносном смысле». Я говорю, «Все, вам надо объяснять». Ну, согласитесь, бывает ситуация, когда и нам надо что-то объяснять. Мы с этим иностранцем заходим к моему другу Саше. Идет какая-то праздничная передача. Вся Сашина семья, включая дедушку 80 лет, лежат боком на диване и смотрят телевизор вообще. Телевизор стоит вертикально. Я говорю, «Саня, а че такая позиция? Чтоб хоть я знал, чтоб иностранцу объяснить». Он говорит, «Да у нас дедушка на ручничке уже, старенький этим ручничком зацепил телевизор. Понимаешь, он упал, мы его подняли. Показывают только вертикально. Приходится теперь вот лежа боком смотреть». Иностранец говорит, «А ремонтировать не пробовали?» Саша говорит, «А зачем?» Он же показывает вообще. Согласитесь, у нас в России вот кто много ездит, тут может наблюдать такие картинки повторяющиеся. Утром в каждом городе можно видеть одно и то же. Автобус уже набит под завязку пассажирами, все идут на работу, все уже сели. И обязательно находится мужик, который держит за поручень, автобус, да, держится за поручень, не отпускает и докуривает. Все говорят, «Поехали, че, пацаны, только раскурешь, отвергать от Казала». Все поехали, Леха, сейчас что-то новое, что-то тяжко сделает. Докуривает, бросает, садится в автобус, двери закрываются, и только в автобусе он выдыхает. Иностранец говорит, «Стат, и у вас очень классные традиции, особенно когда мы были в деревне, помнишь, мы отмечали вот этот ваш праздник, три дня, помнишь, его так широко отмечали?» «Какой? Пятница, короткий день». Я столько там удивлялся, особенно на четвертый день утром, когда дядя Коля таблетку от головы запил стаканом водки. На мое удивление он сказал спокойно, «Желудок сам выберет, главное вообще». А я, кстати, сам недавно в деревне удивился, когда мы приехали с моим другом к его дедушке. Друг у меня в Германии жил 15 лет, он говорит, «Поехали к деду в деревню съездим, отдохнем». Я его 15 лет не видел, ну мы приезжаем в деревню, дед такой радостный, «Давай, сынки, давай, деревню, сейчас ко мне в гости внук приехал с другом». Все, столы накрывают, самогоны нанесли больше, чем людей, батареи такие стоят. А там очень жесткие такие традиции, там пьют кружками, вот, и он, «Ребята, как водится первую кружку до дна, я лично проверю, до дна первую». Все наполнили, он, «Ну давай, Сережка, внучок, за встречу, столько не виделись, до дна». И эта Сережка встает и говорит, «Дед, а я уже 15 лет как не пью». И вот такая же нехорошая тишина зависла вообще. Дед ставит кружку, говорит, «Зачем приехал?». Ну вся деревня за Серегу норму выполнила. Кстати, мы умеем держать градус не только спиртовой, да? Мы и температурный держим. Я в прошлом году выступал в октябре, в Лазаревском было закрытие сезона, уже было прохладно, бархатный сезон уже перешел в этот, вельветовый, вот, и люди уже в кофточках сидят, все. И я говорю, люди, ну, удается хоть разок искупнуться-то на море? Такой голос из задних рядов. Мы из Сибири, нам лишь бы на море льда не было вообще. Мы северные люди, мы этот градус температурный, мы его не только спокойно переживаем, мы его еще пробуем на прочность. Я был на одном курорте, там есть такая процедура, если кто знает, креотерапия, лечение холодом. Такая капсула, минус 160 градусов мороза, ты туда заходишь на 15 секунд, первый раз на 15, потом увеличится время, 10 процедур надо. Ну, не май месяц, минус 160 в капсуле. И все клетки, которые спали, все, просыпается, организм в шоке, все начинает вырабатывать, что-то вырабатывает, понимаешь? И организм весь просто вот начинает работать. Ну, все же пошли, ну, я думаю, ну, как-то надо же себе сходить туда. А внутренний голос говорит, не ходи, там ничего интересного. Я говорю, да все же пошли, а тебе не надо. Я говорю, а я схожу, я пришел. Ну, как бы, знаете, так, ну, идти, не идти, и мужик выходит оттуда, недовольный такой, так одевается. Я говорю, мужчина, как там, не спрашивайте, не надо, не хочу общаться вообще даже. Я говорю, ну, в двух словах, нет настроения вообще разговаривать. Я говорю, ну, а в двух словах. Ну, что, в двух словах очень дорого. Я сам из Уренгоя, у меня он, выйди на балкон, покури в трусах. Тот же эффект, только бесплатно вообще. Иностранец говорит, а, кстати, вот почему ваши люди зимой на ночь снимают из машины аккумуляторы и уносят домой? Я говорю, ну, бывают такие морозы, что зимой, если ты сам не снимешь, то утром не заведешься. А бывают такие районы, что и летом надо снимать на ночь, если сам не снимешь. Ну, за тебя с удовольствием надо сделать другие. И тому есть примеры и подтверждения. У меня знакомый, поездил на новом аккумуляторе, деловой такой. Думает, снимать не буду, так на сигнал. Выключил, утром возвращается. Никаких признаков жизни. Открывает капот. Аккумулятора нет, расстроился, купил новый. Поездил, на ночь снимает его. Берет такой плакат, кладет на капот и пишет. Аккумулятора в машине нет, и восклицательный знак такой метровый. И спокойно уходит домой. Утром возвращается, тот же плакат на капоте, только шариковая ручка приписана. Раз у тебя аккумулятора нет, тебе и колеса не нужны вообще. Когда иностранец уезжал, он попрощался со мной словами из Марка Твена. Он сказал, знаешь, когда вспоминаешь, что все мы немного сумасшедшие, то все странности из жизни уходят, и жизнь становится абсолютно нормальной. Я ответил ему словами Эразма Роттердамского, знаю наших. Именно неординарные и веселые поступки людей делают нашу жизнь более насыщенной, более яркой и сплачивает общество воедино. Хочется верить, что после этой миниатюры мы с вами хоть чуть-чуть, но стали ближе. Обычно сейчас народ знает только импортный колокольчик, знаете. Я взял наш колокольчик, да, импортный, объединил, получилась следующая мелодия. Она будет объединять мои воспоминания. На третьем курсе театрального института мне звонит друг с моей родины, а я родился под Донецком, говорит, Ген, к тебе в Ленинград, на тот момент в Ленинград, на Новый год хотят приехать три моих знакомых. Такие девчонки классные, холостые, все по метр восемьдесят, блондинки. Им негде остановиться, пусть у тебя поживут. Я говорю, да-да-да-да, у меня комната два на два, из мебели только электрический счетчик. А он говорит, зря, блондинки, все по метр восемьдесят. А я сам тогда был два ноль пять, блондин. Я говорю, ну ладно, с третьим. Я говорю, как я их узнаю? Говорит, а ты купи три гвоздики и у поезда стой, шестой вагон, вот, встречай. И положил трубку. А раньше купить цветы лет двадцать назад, зимой, это была задача равносильная. А вот следующее, допустим, учительнице на зарплату купить трехкомнатную квартиру в центре. Неважно, какого города, да? Ну, девчонки едут, молодые, сексуальные, понимаешь, я сам два ноль пять, блондин. Надо встречать. На утро у поезда была следующая картина. Я стою с плакатом «Три гвоздики». Они выходят, говорят, ну ты жадный, написал бы «Три розы», нам бы было приятнее. По телевизору меня первый раз показали на четвертом курсе театрального. Это был отчет о первомайской демонстрации. И меня в новостях показали раз двадцать. Ну, я понял, почему меня, потому что я из наших был самый трезвый, потому что опоздал вот немножко. И меня поздравляют все, говорят, мы тебя видели, слушай, как ты нес плакат. Даже учитель сказал, а у нас телегиничный, коммуналка, где я снимал комнату, там просто банкет устроила. Ну, я окрыленный успехом на следующий день останавливаю участника, куда-то опаздываю, сажусь в машину, он на меня так смотрит, улыбается, дает мне листик и ручку. Я думаю, о, ну-ну, шателек делает, поперло. Автограф первый пошел. Я ему смешную рожицу рисую, подпись, пожелание, даю лист, он смотрит на эту мазню, на меня, на мазню, на меня. Переворачивает лист, пишет, я глухонемой, напиши, куда ехать. Ну и финальная история. В театральный институт поступал один парень, он сейчас известный артист, и надо было сдавать танец. А он сам такой крупный, спортсмен из Сибири, ему дают аккомпаниатора, такая интеллигентная женщина, говорит, Юноша, что будем танцевать? Я сыграю любую мелодию, он говорит, да я сам родом из Сибири, я вообще в песнях не замечен, понимаешь, я знаю нашу только русскую народную, это потухло. Ширю, выверю, на выверю, на выверю, ширю, на выверю, ширю, на выверю, на ширю, 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 на ширю. Ты что делаешь, пацан? Ты меня заёкал, я на клавиши месяц не попаду. Предупреждать надо. Вот, я больше ничего не умею. Больше ничего и не надо. Зверь какой, ты что, завтра собираешься это делать? Вот, да, ты знаешь, что председателю комиссии 87 лет? Он на третьем её я сделает. Там вся комиссия возрастная. Скорую вызови сначала. Я больше ничего не умею. Ладно, режиссуру будем включать. Надо их подготовить как-то, понимаешь? Не так, как меня. Он сейчас до инфаркта чуть не довёл. Давай так, я начну играть какую-нибудь руссконародную мелодию. Какие ты любишь? Про обувь. Какую? Валенки. Хорошо. Я валенки, ты вышел. Первый круг, знаешь, верёвочкой вот так, верёвочкой вышел. Заинтригуешь. Первый круг пройди верёвочкой, вот так. Они сразу заинтересуются. А что он делает? Второй круг. Пошёл и с соколом на комиссию. С соколом. Руки разведи и с соколом. Он говорит, может выпить чуть-чуть, чтобы глаз блестил. Он говорит, не надо. Ты не дома. Трезвый сокол на комиссию летит. Не прекращая верёвочку. Развод рук. На третьем кругу в комиссии всегда есть женщины. Намекни им, что ты готов на контакт. Губами. Просигнализируй, что ты открыт для общения. Ты спортсмен. Да, боксёр просто. А, у тебя есть чем сигнализировать. Губы по всему лицу. И на четвёртый круг выходишь. Они ждут, что и ты свою-то потуху, понимаешь? Он говорит, а мы всех порвём. Завтра просто я бы сам никогда не даю. А что, я зря здесь сижу. Готовься. На следующее утро они друг другу подмигнули. Он вышел так. Всё. Пошёл первый круг. Комиссия сразу напряглась. Пошёл второй круг. С соколом руки развёл. Не прекращай. И третий круг. Начал посылать женщину. Сигналы. А женщин много. Пока всем пошлёшь. Присядет к комиссии. Что за дебил вообще? Губошлёп какой-то вообще. Он говорит, я ж ничего не сделал. Вот именно. А тут таких вот желающих хороводы водить. Сто человек за дверью. Давай домой. Всё. Он поворачивается к компаниятору. Говорит, спасибо тебе, женщина, за совет. И без аккомпанемента, и без предупреждения. Ширьё, выверю, на выверю, на выверю, на выверю, ширьё. Варю, ширьер, на шиши, на шиши, на шиши, на шиши. И рубаху, ё, ё. Они ниже не надо. Рубахи хватило. Вся комиссия встала, аплодирует. Всё. Говорит, вот эта энергетика. Вам же было что показать? Чё вы тянули кота за усы? Друзья, если вам иной раз есть чё в жизни показать, не экономьте эмоции. АПЛОДИСМЕНТЫ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok